В Коврове убит уроженец одного из государств Центральной Азии. Об этом сообщило региональное управление ФСБ. Гражданин был не в ладах законом. Его деятельность была связана с изготовлением самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сегодня утром силовики обследовали помещение по месту фактического проживания преступника. И в этот момент мужчина оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь из пистолета ПМ. В результате ответного огня предполагаемый преступник был убит. Из гражданского населения и сотрудников правопорядка никто не пострадал. Режим контртеррористической операции в Коврове не вводился. Из отпуска не вернется. Наталья Май покидает команду Светланы Орловой. Возглавляла она комитет по туризму, а до его создания региональный департамент предпринимательства. Чиновница из числа варягов осенью 2013-го на тот момент 49-летняя уроженка Владивостока прибыла к нам из Москвы. В госструктурах тогда еще не служила. Все места ее предыдущей работы были связаны с бизнесом. Из областной администрации Май уходит по личным обстоятельствам. Нареканий к ее работе нет. Сейчас она в отпуске, из которого не выйдет. Возможно, в кресло Май сядет ее заместитель Елена Перескокова. Сегодня в области началась операция «Безопасный переход». По данным ГИБДД, за последнее время количество наездов на детей на нерегулируемых переходах возросло с 8 до 13. В ходе операции сотрудники ДПС будут следить не только за тем, пропускают ли водителей пешеходов. Они также обратят внимание на состояние самих пешеходных переходов. На потенциально опасных сотрудникам ГИБДД будут помогать активисты из молодежных и общественных организаций. Операция «Безопасный переход» продлится до 25 июня. Нужен ли Владимиру Баталовский сад? Его хотят видеть в нашем городе почитатели таланта актера, который меньше недели назад ушел из жизни. Алексей Баталов родился во Владимире, дом его родных не сохранился, но известно, что был он рядом с вокзальным спуском. Вот там и предлагают разбить яблоневый сад в память об актере. Известно, что яблоневый сад был на даче у Алексея Баталова, и он очень его любил. Просьба увековечить память об актере размещена на сайте change.org и адресована губернатору Орловой, главе города Деевой и главе администрации Шохину. Петицию поддержало пока не так много народа. К слову, сам Алексей Баталов о городе Владимире вспоминать не любил. Именно здесь были репрессированы его дедушка и бабушка.